шаббат шалом шаббат шалом субботний мир господний мир благоставляю всех вас братья и сестры дорогие друзья с города львова здесь вот с места которое называется золотая роза синагога золотая роза это историческое место это очень такое святое место во львове святое для всех евреев чьи судьбы связаны с гордым и львовом так или иначе вообще с украины синагога молитвенников золотая роза я сегодня молюсь сегодня у нас молитва вчера сегодня и завтра молитва против антисемитизма нацизма молитва духовной такой брани духовного сражения и молюсь о том чтобы вот это духовное пробуждение в еврейском народе духовное пробуждение в израиле здесь в украине она еще больше больше набирала силу слава господа потому что действительно много удивительного происходит в эти годы но самое удивительное это духовное пробуждение народов иисус христос ищуа машиах стал действительно светом к просвещению всех народов и славы народа своего израиля благоставляю всех вас из города львова божьей милостью архиепископ сергей журавлев благоставляю и кстати как по скрипту тоже очень важно о молитве против антисемитизма это действительно очень и очень важная молитва я в прошлые годы записывал видео поэтому кто интересуется этой темой кому интересно поглубже узнать об этом больше подробнее узнать то не поленитесь наберите на ютубе архиепископ сергей журавлев молитва против антисемитизма или там ежегодная молитва против антисемитизма сергей журавлев да вот каким-то образом таким дал делайте запросы и там как раз вот с этого канала и на другие вообще на других каналах я находил тоже свои видео с моим участием видео я рассказываю подробно как раз именно по поводу вот этого духовного сражения а также рекомендую посмотреть курс лекции по истории христианства обязательно просто чтобы понять осознать эту тему лучше больше подробнее надо знать историю церкви а также тема израиля церковь потому что завтра даст бог буду говорить как раз тоже и на эту тему в том числе завтра здесь во львове в церкви на лемкевской 3 больше благодать церкви называется больше блага больше благодать как бы да так что так а сегодня шаббат суббота благоставляю всех вас субботний мир господний мир шаббат 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 шалом от авину хай от авину хай наш отец живой бог отец наш и он вовеки и народ наш израиля народ живой потому мы живы потому что почему мы же потому что бог наш жив удивительно слава богу так что друзья благоставляю всех вас во имя господне благоставляю львов благоставляю украину благоставляю израиль благоставляю иерушалаем иерусалим шалом шалом Шалом, Иерусалим! Шалом, шалом! Мир! Мир Божий Иерусалиму! Благоставляю вас, благоставляю всех молитвенников в эти дни, молящихся за Израиль, молящихся за Иерусалим и молящихся молитвой брани, молитвой, которая объявлена была заранее и ежегодно проходит, ну, так или иначе, в очень разных странах мира, по всему миру фактически. Молитва против антисемитизма и нацизма. И это молитва духовной брани, таким как бы авангардом здесь идет киевская, еврейская, мессианская община. Я очень рад тому, что действительно и Борис Иерусалим, старший раввин этой общины, и служители этой общины, они эту инициативу поднимали, они эту инициативу продвигали. И на сегодняшний день с разных, очень многих стран мира верующие присоединились к этой молитве. Мессианские верующие, мессианские общины разные, христианские церкви, разные конфессии, православные, протестанты, католики. Я, как православный архиерей, как архиепископ Реформаторской православной церкви Христа Спасителя, имею честь представлять также православие здесь, на этой молитве против антисемитизма и нацизма. Слава Богу. Так что, друзья, эта молитва, она стратегически очень важна, потому что разрушаем дела дьявола, потому что не только и делом, и словом. И молитва – это такое огромнейшее деяние, огромнейшее просто деяние в разрушении всех твердынь врага, потому что мы воюем против греха. Не против грешников, а против греха. И за грешников. Против греха – и за грешников. Против антисемитизма – и за антисемитов. Против нацизма – и за нацистов. Молимся, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы все люди спаслись. И антисемиты, и нацисты, фашисты, коммунисты и прочие всякие исты, знаете ли, великое множество разных течений политических, религиозных на этой земле. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Иисус Христос, и Ишуа Машиах, еврейский спаситель, Господь наш, целитель, освободитель. Он является действительно светом к просвещению всех народов. Свет просвещает Христа сегодня все народы земли нашей, друзья мои, всей нашей планеты. И Он же есть слава народа своего Израиля. И вот, когда мы на Сретине читаем этот фрагмент из Писания, из Евангелии, о том, как Иисуса младенца благоставляли в храме Иерусалимском, то Шимон Цадик, праведник Симон праведный, он как раз Духом Святым это пророчествовал. Он говорил, что Иисус Христос, Иисус, Он есть действительно Христос. Он в нем увидел Спасителя Машиаха, Помазанника, Христа Господня. И Он пророчествовал, что Он станет действительно светом к просвещению всех народов и славой народа своего Израиля. И действительно, дамы и господа, братья и сестры, так оно и произошло. На сегодняшний день Иисус Христос, Он так или иначе, Он просветитель всех народов. Слава Богу! Да и по большому счету, как вот Евангелие от Иоанна начинается, прекраснейшими словами, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. И говорится, что Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Слава Богу! Вот молюсь здесь, у стен древней синагоги, у этих развалин синагоги. Молюсь и благоставляю всех вас во имя Господне. Снова и снова. С миром Божьим! Аллилуйя!